добрый день с вами юридическая клиника онлайн я адвокат андрей савицкий сегодня мы поговорим с вами о такой теме как регистрация права собственности на земельный участок который находится в черте города и который находится в пользование фактически на сегодняшний день вопрос о фактически приобретении права собственности на земельный участок является достаточно актуальным независимо от того находится ли он в городе или за его пределами в этой статье мы рассмотрим этапы прохождения процедуры бесплатной приватизации гражданином украины права собственности на земельный участок находящийся в его пользование из земель государственной или коммунальной собственности в пределах города основным источником положения этой процедуры является земельный кодекс украины часть 1 статьи 118 земельного кодекса украины предусматривает что гражданин заинтересованы в приватизации земельного участка находящийся в его пользование подает заявление соответствующие органы исполнительной власти и орган местного самоуправления по месту нахождения данного земельного участка который передает земельный участок государственной или коммунальной собственности в собственность в соответствии с полномочиями определенным в статье 122 земельного кодекса украины заявление должно содержать целевое назначение земельного участка его ориентировочные размеры и про и просьба о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отведению данного земельного участка в собственность заявлению также прилагают графические материалы на которых должно быть указано желаемое место расположение земельного участка а также надлежащим образом заверенные копии паспорта идентификационного кода гражданина украины вспомогательно у заявителя дополнительные ну материалы кроме тех которые определены в статье 118 закона украины фактически запрещается согласно части 7 статьи вы 118 земельного кодекса украины соответствующие органы исполнительной власти или орган местного самоуправления должен рассмотреть такое ходатайство месячный срок и пройдя определенную процедуру в органах и департаментах местного самоуправления органом на основании решения предоставляемое разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка или мотивированный отказ в его предоставлении основанием для отказа может быть только несоответствие места расположения объекта требованием закона и других документов регулирующие земельные отношения утвержденных в установленном законном порядке в случае же отсутствие предоставления разрешения или отказа его предоставлении по истечению месячного срока заявитель имеет право заказать разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка без предоставления такого разрешения о чем письменно уведомляется ответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления с приложением к письменному уведомлению договора на выполнение данных работ по землеустройству относительно отвода данного земельного участка. Проект землеустройства по отводу земельного участка всех категорий и форм собственности подлежит обязательному согласованию с территориальным органом центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере как раз земельных отношений. Последний этап процедуры перед регистрацией права собственности установлены частью 9 статьи 118 земельного кодекса Украины, которая определяет, что соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления должен принять решение об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и предоставление его в собственность в двухнедельный срок после представления фактически согласованного проекта землеотвода данного земельного участка. После получения решения соответствующий орган о предоставлении земельного участка в собственность, право собственности на такой земельный участок может быть зарегистрировано у фактически государственного регистратора подытожим ну фактически подытожим скажу сказанное стоит отметить что порядок приватизации земельного участка не выглядит сложным однако требует значительных усилий внимания времени частности связи с тем что каждая отдельная ситуация оформление права собственно имеет свои особенности поэтому с вами была юридическая клиника онлайн и я адвокат андрей свитский помните свои права и умело ими пользуйтесь